Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться рецептом такой мясной нарезки. Дешево получается много и готовится совсем просто. Можно подавать с бутербродами вместо ветчины на завтрак. Вкусно! Выглядит в нарезке аппетитно и красиво, что даже и нельзя подумать, что это так просто готовится. Для приготовления нам понадобятся свиные уши 5-6 штук. У меня вес 1,2 кг. Я уже рассказывала, что теперь варю мясо на холодец, зельц или просто на суп в не просто кастрюле, а кастрюле скороварки. Как оказалось, купить ее не так просто и о ней не все знают, поэтому хочу рассказать, где я ее купила. В покупке мне помог мой помощник Е-каталог. Здесь все просто. Открываю Е-каталог, пишу кастрюля скороварка и вот они скороварки. Вот их сколько здесь и цены разные. Чтобы было легче определиться, выбираем объем от 5 до 7 литров, многослойное дно, материал сталь. Вот такая у меня. Можно посмотреть характеристики и список магазинов, где можно купить и, конечно же, цены. Можно выбрать несколько кастрюль скороварок и выбрать, что больше подходит. В Е-каталоге можно посмотреть все товары, сравнить цены и выбрать лучшее предложение. Пользуйтесь с удовольствием. Итак, возвращаемся на кухню. В кастрюлю кладем свиные уши, кладем 3 окорочка весом 600 г. Добавляем соль 1,5 столовой ложки. Кладем лавровый лист, смесь перцев горошком и черный перец горошком. Заливаем водой так, чтобы мясо скрылось в воде. Плотно закрываем крышкой. Ставим варить. С момента закипания варю 60 минут. Выключаю и оставляю так до полного остывания. Если такой кастрюли нет, можно сварить в обычной кастрюле. По времени требуется примерно 3 часа. Как только кастрюля остынет, открываем. В мясе должна быть клейкость, как на холодец. Вынимаем все из бульона и отливаем в миску 2 половника бульона. В бульон добавляем 6-8 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс. Добавляем половину чайной ложки сладкой паприки. От окорочка убираем кости и разделим мясо на части. Берем подходящую посуду. Я беру стеклянную форму для запекания. На дно наливаем пару ложек бульона. Кладем свиные уши. Вторым слоем кладем куриное мясо. Половину. Заливаем пару ложками бульона с чесноком. Третьим слоем кладем свиные уши. Четвертым слоем вторую половину мяса. Заливаем бульоном. Пятым слоем кладем свиные уши. И заливаем оставшимся бульоном. Хочу отметить, что свиные уши кладем целиком, не разрезая. Так они в разрезе будут давать рисунок. Закрываем пищевой пленкой, сверху ставим груз и убираем в таком виде в холодильник до полного застывания. Я убираю на ночь. Утром достаю из формы, разрезаю на ломтики и подаю к столу. Получается очень вкусно, рекомендую. Нарезать можно тонко, закуска отлично держит форму. Вес готовой такой мясной закуски составляет чуть больше 1,6 кг. Свиные уши я покупала по цене 125 рублей за килограмм, а корочка по цене 180 рублей за килограмм. В результате такая закуска мне обошлась 250 рублей за 1,5 кг. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И конечно же подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!